Я земля Я земля Я земля Я земля Я земля Веснится на дрова, дрова у дома Веснится на дрова, дрова у дома Зеленая, зеленая дрова Я земля Я земля Я земля Я своих провожаю питомцев Сыновей Дочерей Я земля 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 Я 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 земля Потому что это было написано совершенно не другого случая. Да, 6 лет назад, очнувшись на утро, он так и не понял, что он побывал в космосе. Но, видите, следы остались, он наследил хорошо, и сегодня, первый и последний раз вообще в этом году и во все последующие, вот мы так отмечаем сегодняшнюю нашу встречу, которая называется «Муха в космосе». Вы знаете, сначала мы в шутку как бы это назвали, на самом деле, как говорится, нереальность обросла действительностью. И я хочу сказать несколько слов перед тем, как мы начнем, собственно, словословить нашу муху, славить ее, ославливать, на слове ловить. Дело в том, что вот почему весь мир сейчас очень трясется в ожидании запуска ракеты «Млечный путь-3» с территорией Северной Кореи. Казалось бы, муха и Северная Корея понятия не очень совместимы. Там тоже есть мухи. Или съели. Или не съели уже. Вот я хотел сказать, что мухи до недавнего прошлого были основным продуктом питания Северной Кореи. Но мухи, понимаете, как постоянно живущие рядом с людьми набираются, они перестали прилетать в Северную Корею. И корейцы, понимаете, в отсутствие продуктов голова работает продуктивнее, я бы сказал так. На голодный желудок, при ясной голове, они построили стратегию развития мухи в нашем обществе и в нашем пост-обществе. То есть в этой ракете должны будут на околоземную орбиту выведены мухи. Поскольку их тренировать не надо в безвоздушном пространстве, они так же шикарно бяг-бяг-бяг крылышками, как и в воздушном. Но густо облепляя пролетающие астероиды, малые планеты первого круга, откладывая яички, таким образом мухи как бы населяют микро-кос в макро-пространстве и возвращаются назад с налипшими на лапках редкоземельными, эти практически не встречаемые на Земле, еще не открытыми элементами таблицами интеллий. Значит так, если вы думаете, что этот доклад подготовлен Леонидом за кулисами или дома, то это нет, это рождается вот сейчас. Во всяком случае, понимаете, как завидуют все остальные страны северным корейцам, которые получают там висмут, кобальт и еще и в нереальные совершенно известные науки элементы, они их продают, меняют на продовольствие, отъедаются, а дальше уже мир трепещет. Поэтому вот сейчас вся протестует общество. Поэтому мы славим муху сегодня как потенциального носителя, не только заразы, но и, как говорится, полезных ископаемых, которые, знаете, там на пыльных дорожках далеких планет останутся наши мушиные следы. Следа. Ну и поехали. Здравствуй, Бог, о паспорте. На породавленной койке лежу, Мастерю из себя мумен, А в окно с неизменным жужу Мой секретный влетает агент. Скорую лампочку яркую бьет, Залезает с ногами в постель, И шифровку мне передает, Монодонна жужжа в темноте. Муха моя, муха, Она шичи мне муха, Что не все так глухо, как в танке. Вот пройдет чернуха, И начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. Вот пройдет чернуха, И начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. Мой агент рет устало глаза, Сзади всякого видеть пришлось. Говорит, что один партизан На проезжую часть выйдет гвоздь, И в буржуйской страны президент, Из Молдавишки. Вдыхаясь, пенял колесо, И кричал, что отвинет в момент Нам поставки себе бедных трусов. Я по рации в центр стучу, Мне из центра приходит ответ, Если так я еще пошучу, То не выдадут мне на обед. Не дождаться от этой шпаны Никаких просветлений до судьбе. Я героя ради выстрела, Самая подсмертная просветлений до судьбе. Муха моя, Муха, Она шучи мне, Муха, Что не все так глухо, Как в танке. Вот пройдет чернуха, И начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. Вот пройдет чернуха, И начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. На продавленной койке вдвоем Мы с агентом решаем дела, И последние крошки жуем, Что забыли смахнуться стволом. А ей опять на задании лететь в космос, Мне опять мастерить монумент. На Марсе, дай нам, Господи, Всем уцелить. Не спеши мою лампочку сверху. Ну, свепи он по-корейски. Муха моя, Муха, Насшепчи мне, Муха, Что не все так глухо, Как в танке. Вот пройдет чернуха, И начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. Вот пройдет чернуха, Первый старт был 20 с лишним лет назад, когда мы вместе с мухами отправились в это дальнее полетание. Ну, теперь я с удовольствием оставляю Вадима и Валерия Вещуков. Ненадолго. Чем дольше, тем лучше. Подарите людям радость, ребята. Вадим Вещук. А ты пошел на орбиту? Я пошел ловить мух. Дело в том, что почему у нас такая традиция сложилась. То есть, поем-то мы и втроем тоже. Но на самом деле, как вот Леонид когда-то сказал о песнях нашего века в проекте, что он состоит не из... Не, мы не хор хористов. Не хор хористов, а хор солистов. Чтобы доказать вам как-то это, мы точно так же отделяемся друг от друга и что-то самостоятельно поем. Ну вот, Леонид сказал, что... Кстати, я хочу тебя перебить немножко, да? Что если кто-то хочет, то в новом зале, в новом зале, да? Мы с Валерой 21 числа будем петь первый раз в этом новом зале. Так что если нам будет страшно, если вы придете, нам будет не страшно петь в новом зале. Здесь пока петь не страшно. Ну а сейчас несколько песен. Вот первая как раз и посвящена тому самому 20-летию, через которое мы прошли втроем, я бы так сказал. Жен ты не считаешь от детей, да? Да, жены детей не считают. Сейчас их не считают. На стихи Бахыта Кинжаев. Нет, на стихи Валерия Леонидовича Мищука. Ну, видите, перепутали. Нет, ничего не перепутали, все правильно было сказано. Просто Валерия, да, у него, да, видите, я в очках, я вижу программу, а он не видит. Была бы она программная, я бы, может, ее увидел. Я ее в очках, я ее помню. Ах, как все запуталось за последний год. Думали, исправится, думали, пройдет. Все-таки не мальчик, и уже пора. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни гра, Помаши с балкона мне гаечным ключом. Может, и сантехником стану я еще. Ничего само собой не наладится. Надо было за три моря хранили. Я пришлю тебе зеленая платьица И большой с красной кнопкой будильник, Чтобы ты не проспала наши радости, Чтоб жилось тебе легко и красиво. Я пришлю тебе зеленая платьица И еще почерк светлого пива. Ах, как мы намаялись за последний год. Но и он когда-нибудь все-таки пройдет, Только что сегодня и уже вчера. Пожелаю мне, милая, ни пуха, ни пера, Нет, уже не мальчик, знаю, что почем. А вернусь, наверное, я тертым калачом. Я звоню тебе из города Хьюстера. Все в порядке, только очень скучаю. Все плоды спеши, флоры надкусаны. Но не пью я ничего, кроме чая. Разве только иногда, но за Родину, За здоровье и за дам, по традиции. Я пришлю тебе письмо о свободе дам И финансовый отчет. Не у милиции, ой, полиции. Все, что мы разравили за последний год. Кто-нибудь, когда-нибудь, может быть, вернет В кошельке за штопаю черную дыру. И мотив единственный к тексту подберу. Это ведь не горе и даже не беда, Если я сантехником не стану никогда. Ничего, само собой, не наладится. Надо было за три моря ходить. Я пришлю тебе зеленое плодице И большой скрасной кнопкой будильник. Послезавтра им у нас все наладится. А ведь не зря за три моря ходили, Отпуешь свое зеленое плодице И поставь на 7.30 будильник. Помаши с балкона легкой рукой, Не убей, учи меня, спи, не убей. Я который год раздаю долг, Но не шая давний один должок. Леденцовый город, сырой снежок, Что еще бы спали не те времен. Был студент речист, невидимо умен, Наряжался рыжим на карнавал, По подъездам барышень целовал. Я так-то любил говорящих нет, За капристый взгляд, ненаклятый след. Просыпалась жизнь, моготком стуча, Музыкальным лачком без ключа. Голосит разлук, как горчит звезда, Я давно люблю говорящих да. Все топнится сердце сквозь стальет, Колокольным деревом прорастет, Стоп-топ-толжок остался на два голодка. И записка мокрая коротка, За свою бутылку воды морской, Той воды морской, По баланс тоской. Хорошо везу со мной пару сил, Пиццейской ночью лететь в такси. Дормознешь лбом, Саданек стеклом, Очнешься, друг, Двадцать лет прошло, Я забыл, как звали мои подруг, Двенозор сделался близорук. Да и ты ослепла в очки душа, Двеста простужены, Минтыша наклонюсь к стеклу, Прислонюсь к юсней. Двадцать лет прошло, Склонно двадцать дней, То ли мышь под пальцами, То ли ложь, Моевое слезное запоешь. Хорошо везу со мной пару сил, Минтыши с ней ночью лететь в такси. Дормознешь лбом, Саданек стеклом, Очнешься, Двадцать лет прошло, Минтыши с ней ночью лететь в таком крючке. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот уже было весно как раз на сече басы и дзинджире, С дайенькой нашей песне. Сейчас мы испоем пару новых песен из нового альбома, Который называется «В таком крюче». Вы знаете, в этом зале есть такая традиция, Вновь эту традицию мы будем возобновить, Потому что она была в старом зале, А сейчас вот в новом, Никто не уходит из этого зала без дисков Дима, Валерий Мещаков и Леонида Сергеева. Леня, пошел покупать. А пошел покупать. Ты нашли, а мы твои, хорошо? Согласен. Это был ты. Ты деньги взял, одеясь? Спасибо. Так вот, пару песен из нашего нового альбома, И обе песни на стихи нашего постоянного соавтора Алексея Морозова. Вот это первая песня. Но это не новый, не новый год. Я пью грузинское вино, душистое, как мёд. Встречать вином заведено не новый, новый год. Уже январь тринадцать дней на ватмане снегов Выводит циркулем огней порочный круг долгов. Песня. 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 Были мы молодые, резвые, и худые, и в меру трезвые, И с гитарами колесили по окраинам всей России. Кому нравилось, подпевали, до венца в стакан подливали, И гитару, пустив по кругу, выпивали мы друг за друга. Значит, в Липецке, значит, в Липецке будет выпить с кем, Будет выпить с кем, запаслись пивком, Да, орехами, ну, поехали, ну, поехали. А как рухнул железный занавес, мы дышать обучались заново, И глотали ветра на станциях, то в Италиях, то во Франциях. И объездили пол в Германии с неразмерным рублем в кармане, И обучали их пить стаканами, жаль, что водка у них поганая. А вот в Липецке, а вот в Липецке будет выпить с кем, Будет выпить с кем, запаслись пивком, Да, орехами, ну, поехали, ну, поехали. Ах, какими бы мы были наивными, брали в долг фальшивыми кривнами, Но долги возвращали первыми трудовыми кронами евро. И у каждой красотки-стервочки наши фотки висят на стеночке, И не стройте мне глазки, девушка, а я дедушка, а я не дедушка. Помню, как на острове Беринга, Аллиуты махали с берега, От Никольского до Америки, чёрт с моторкой, вы не поверите. Но не вышли мы, видно, формами, не пускают нас в Калифорнию, Значит, мы и не будем рыбаться, два плацкарных возьмём. Танить в Липецке, танить в Липецке, Будет выпить с кем, будет выпить с кем. А будешь теломешок наш зарекомир? Что, приехали? Ну, приехали Ай-ай-ай-а-па-па Ай-ай-ай-а-па-па Что, приехали? Спасибо, что вы все приехали в наш концерт Мастерина Сергеевна «Муха в космосе». Ура! Мы так устали страшно от этой зимы. Я, побывавший там, где вы не бывали Я, повидавший то, чего вы не видали Я уже там, стоявший одной ногою Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна Даже когда трудна и когда опасна Даже когда несносна, почти ужасна Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Вот вернусь назад, далека дорога Вот мы лежу вперед, впереди немного Что же там позади города и страны Женщины были, Жанны, Марии, Анны Дружба была и верность, вражда и злоба В коме земли стучали, а крышку гроба Старец корон над темною той рекою Ласково так помахил мне рукою Ниточка жизни, шарик непрочно забитый Зыбкий туман надежды, но самолазна Штопаны, перештопаны, мяты и биты Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Здравствуй, мой друг воровушек С Новым годом, холодно, братец А все равно прекрасна Здравствуй, мой друг воровушек С Новым годом, холодно, братец А все равно прекрасна А все равно прекрасна Время, холодно, братец С Новым годом, холодно, братец И Бадим Мичук С Новым годом, холодно, братец Валерий Михайлович, под космическую музыку «Блюзмилл Бандель Феверс». Вот мы, так сказать, возвращаемся теперь к истокам. 21 год назад. Да, когда мы сидим еще вместе, ничего не придумав. Но уже пьем хороший кофе в коктепене. И вот едва-едва мы были знакомы, шапочно были знакомы. И вдруг мы решаем, слушая по радио, там точка, и там все время... А на улице идет дождь, пьем уже кофе долго-долго-долго, а дождь все идет. И мы слушаем точку. Там, значит, Розенбаум, Сесаума... А Крым еще наш! А Крым еще наш. Вот видите, это же... 21 год назад. Это в той жизни еще было. Газманов там... Да, Исаул. Исаул. Харунжи. И так далее. Расторгуев, это гениальная была вещь, когда спросили Николая Расторгуева, а почему в песне «Комбат» вы понимаете, «Комбат», «Йо-Комбат», «Йо-Комбат». И тогда еще заслуженный артист России, сейчас-то народный, он так подумал и сказал, я сам слышал, сказал, «Ну и так муж с ней». Я расшифровал потом это слово, действительно, муж с ней. Да, так вот, вспомните, пожалуйста, 21 год назад, все мы думали, будет гражданская война или не будет. Кто родился 21 год назад, не вспоминайте. Да, лучше не надо, да. Да мы и сейчас начинаем об этом думать, да. Вроде прошло столько времени, а все возвращается. И вот мы сидим, сидим и думаем, давайте вот что-нибудь такое, потому что мы втроем поем песни, которые не похожи на то, что мы поем по отдельности. Вот давайте что-то не похожее такое придумаем и выпустим сразу альбом под не своими именами, чтобы нас никто не узнал. Альбом решили выбрать фамилии, решили выбрать девичьи наших матерей. Я понимаю, теперь с годами, почему они-то настаивали на этой идее. Да, очень интересно получилось. Вадим и Валерий Кочаровские и Леонид Овсянко. Между прочим, в Белоруссии моя фамилия девичья, маме написалось, стояла первая в классе, Аусянко. Аусянка? Аусянка. Аусянка, да. Ну, так как у нас все-таки, хотя у нас большинство. Кочаровская такая, знаете, понимаете. Будем, но она ведь не была в 20-м. В конце концов мы выпустили таки альбом. Под девичьими фамилиями наших отцов. Да, да, да. И вот хотим несколько произведений из этого альбома. Первое называется «Крымский ладз». Поскольку, да, у нас все-таки в Крыму все начиналось, красно-белый цикл, да. По-моему, там все и закончится. Это, пожалуйста. Через Астрахань, сейчас уже все к Крыму ближе. Ну, вот, когда мы услышали... Кстати, у Валерия Леонидовича жена из Астрахани. А почему из Астрахани? А почему? Сейчас все об этом говорят. А, в Голодовке, да? Да, в Голодовке. Вот я сейчас тоже мало чего ел. Да, и что только как твой? Средневечка. Ну, ладно, давайте полетимся. Ну, к чему вот это все об этом говорят? Потому что сейчас красно-белый вальс будет. Когда мы услышали эту песню неожиданно, когда шел раздел Черноморского флота. Да, да. А передача была такая передача, я еще помню, «Служу России». Помню, она сейчас сейчас идет, да? И вот на фоне раздела Черноморского флота, это было давно уже, шла в этой песне. Она привела совершенно другой смысл. Да. В этой передаче. Неожиданно. А мы думали, что она другого взяла. Неожиданно. А мы думали, что она другого взяла. Не замерзает вода, В лучшем из черных морей, Кто-то вернется сюда грузом больших якорей. Кто-то вернется судьбой раненой в жарком бою, Кто-то вернется живой вместе с другими в строю, Волны красивей, Волны красивейший грех, В югу приходят теплей, Не отморите в варе, Смертное ржанье коней, Чей обрывается век, Булей пробивший седло, Белая газ и снег Кружит над царским селом. Белая газ и снег Кружит над царским селом. Кружит над царским селом. Белая газ и снег Падает красный листок Белую пену воды, Чью-то седую тоску За мне ветер улез, Тихо шушит по песку Нежная ненависть звез. Не замерзает вода, Лучшин из черных морей, Кто-то вернется сюда Крузом больших якорей, Чью-то седую тоску За мне ветер улез, Тихо шушит по песку Нежная ненависть звез. Тихо шушит по песку Нежная ненависть звез. А дальше в этом цикле Есть еще три песни Есть «Красно-белый романс», «Красно-белый марш» И есть «Послебатальное полотно». Молодые были, наглые. У Акуджавы есть батальное полотно? У нас будет «Послебатальное полотно». Есть у Расторгуева песни «Харунжи». У нас будет «Под Харунжи». Слава Богу, было такое воинское звание Русской армии. Ну и написали это «Послебатальное полотно». Ужаснулись содеянному, Когда услышали, как Кубанский народно-казачий хор Спел на 35 голосов В тесной маленькой прихожей Перед телестудией, Куда нас пригласили выступать Вот там же на гастролях по Крыму. И как-то порвали три баяна, Знаете, шашками махали зверски. До сих пор мурашки бегут по коже, Как вспоминаем. Ну вот, «Послебатальное полотно». Расколола молния На двое дорогу Разрубила дальнюю Черная гроза. Скачут небесущие На свидание с Олга Засыпает дождичка Тусклые глаза. Скачут небесущие На свидание с Олга Засыпает дождичка Тусклые глаза. Танчики под шаре Пчат собачьим гоном, Неживо качается С временам конвой. Луч закатный светится Золотым погоном. Луч рассветный красится Красною звездой. Луч закатный светится Золотым погоном. Луч рассветный косится Красною звездой. Попад коручище лица Рубленою кмылкой Шашкою буйонаской Пеличок любви. Рядом комфисарова Цокает ковылка Проморолка Жаначку Как небесущий штык Скачут братья русские Скачут братья русские Скачут братья русские Повыли, Фостякова Иллюзия Копад Субтитры подогнал «Симон» 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 там в конце. И мне как так, когда начали делиться, что же делать? Нет, Леня говорит, я хочу впереди. Я сказал, это после того, как они вошли в вен и легли сразу. Я сказал, ну я, наверное, хочу впереди. И я проделал там тысячу с лишним миль. Мы сделали пять тысяч миль. Я ходил по сиденью. Знаете, я вылезал, как это такое. У меня была одна мечта, приехать в Москву, купить сиденье от вена и жить. Потому что я уже привык. Знаете, такой маленький город. Но самое интересное, когда мы наехали на раздавленную неделю назад скунс. Ребята, мы проехали после этого метров пятьдесят и выскочили, открыв все, что можно открыть. И долго стояли, курили и обливались слезами. Ну, а в те годы, когда в тот год, когда было написано это произведение, песнь о Козлове, мы только мечтали. Мы скунсом даже мечтать не могли. Мы не мечтали даже. Чтобы приблизить это творение и этого космонавта Козлова к нашим сегодняшним словесам, это будет называться песня о космонавте, о мухе космонавте Киме, Ким Ин Козлов. Вот так. Корейский Козлов. Доброе утро, товарищи! В северокорейское время 6.00. Передаем последнее известие. Сегодня в 19.08 у Козлова поехала крыша! А сегодня в 12.08 у Козлова поехала крыша! А сегодня в 13.08 у Козлова, крыша встала на место само. А сегодня в 13.08 у Козлова, крыша встала на место само. Но за эти 17.08 у Козлова, крыша встала на место само. Но за эти 17.08 у Козлова, крыша встала на место само. И опять зарасти. О, успел побывать на Таике, Где живут шоколадные нимфы, И Козлов в пару-тройку мгновений Уделил этим жрецам любви. Верок! Он фазировал после фангогу, Так же делал фигуры в андейку. Сам Ван Бастер горнил его макро, Откликаясь на зычное. А потом поманил его космос, Недоступный, холодный, желанный. И Козлов разбежавшийся с горного старта, Талк от Союза. Думаноиды тихо рыдали, Когда он одинокий и синий, Туражировал после тарелок, Заходя и в расчетливых хвост. Словно вдоль по-битерски, Битерски, Пронесся над землей. Словно вдоль по-битерски, По-тверски! Он спел возвратиться на земле, А точнее, не на землю, а в воду. Приподвижность Аркасова моря Он летел, как веселый кифин, Караэллы в четырюмах аргенту Открывали ему свои треумы, Но козлов лишь скептически буйкал И швырял селебром в барраку. Чудеса он зашел Атлантиду, Покуив на каком-то короле, Он бычка зачинавил в томате И хотел уже по голосе бычка. Но холодным подводным течением Обломала кусок Сахалина И его изумленному взору Атлантида открылась вся, Атлантида открылась вся. Атлантида открылась вся, Александру Исечу Горозинскому посвящается. Ах, как жаль, что проходят мгновенья, Возвращается крыша на место. Весь чувство какой-то тревоги, Тихо шквыркает в левой груди. И козлом покурим напоследок, Через горточкой глину в космос, И свою ненадёжную крышу Крепко-крепко гвоздями привил. И свою ненадёжную крышу Крепко-крепко гвоздями привил. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот видите, двадцать один год назад О панк-культуре речь пришла вообще. А мы уже улетали и даже, заметьте, Без всяких покуриваний запрещенных препаратов, понимаете? Ну, поскольку один раз хлебнулся к запрету на плоду, Это большое произведение, на самом деле. Но всё равно меньше, чем Тимур Шау. Ну, не важно, всё равно. Это понятно. Там ещё есть часть детства Козлова. Да, есть, есть ещё раз. Но пока не будем. Пока мы с вами другое наше произведение, Такое глобальное, я бы сказал. Ещё полотнее? Полотнее ещё, да. Вот когда стали появляться Старые песни о главном. Программа на ВРТ. Один, два, три, по скриптам и так далее. Мы так заразились этим делом. Ну, надо и нам. Но внести. И создали свой проект, который назвали не менее, на наш взгляд, красиво, значимо. Всякие песни, а всяк один. Ну, один, это не значит, что вот один. Ну, просто один. Вот так всё называли. По всем один. Да. Если говорить космически, то Восток один. Восход один. Союз один. И мы такие же. Спасибо. Вы знаете. А вот потом, потом. Вы знаете. Я же вспоминаю. Извините. Потому что я хотел бы тебе говорить, что Нина Филимоновна должна была сделать бизнес свой. Потому что надо было продавать водку с названием «Ты у меня одна». А, я ещё вспомнил. Вы знаете. Это ещё не всё. Это один из проектов. А другое. Мы предвосвятили, на самом деле, то, что сейчас нас всех ожидают. В общем, ныне мы предвосвятили. Однажды мы, значит, однажды мы решили создать партию. Это было двадцать лет. Ну, не двадцать, пятнадцать лет назад. Когда был импичем Борисом 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 Борисом? Да, да, да. Вот все кричали. И мы создали не партию. Тогда запрещено было создать партию. Партии нельзя было? Да. Это сейчас набрал пятьсот человек. Блок. Ты у меня одна. Пятьсот. Вот и всё. Мы создали ОДД. Общественное движение души. Болты России плюс. Я почему стоил? Один плюс. Вот переведение болты. Болты – это положительность. Болты – это авиатура. Это будущее отчизны, любовь и труд. Впрочем, сейчас тоже. Давайте посчитаемся, сколько нас сегодня. Плюс семьи. Плюс друзья. Семьи друзей. И создадим. А что, Господи? Это два концерта будет партия. Мы начали придумывать лозунги, понимаете, различные по этим партиям. Типа болты не тонут. Болты не тонут. И гвозди бы делать из этих болтов. И потом мы когда начали рассказывать об этом, о нашей программе, понимаете. Мы же по городам и селам ездим. И вдруг, значит, движение начало шириться. Вот мы приехали в Прибалтику. Там сразу болты-болты образовались. Прибалтик. Прибалтик. Это меня… Чуть ли это начало. У меня тут интересный описание. Я нифига не разбил. Нет, у меня просто заказка. Да. Есть женское отделение гаечки России еще. Да. Отделение женской гаечки молодежное движение «Оболтусы» России. Да. Еще. Да. Причем… Гвозди бы делать из этих болтов. Юрий Алексеевич Кукин, царство Небесное, сразу вступил с персональным титулом «Главный болтун России». Потом… А… Питерский… Питерский… Слава… Нет. Геймс и Данилов вступили. Болты-балты. И они сразу ставили жесткую оппозицию. Питерских тогда недолюбли. Сейчас они все это недолюбли. В общем… Ну, в общем, движение шикало. Я просто хотел сказать… Вот сейчас немножко перейдем в сторону. Друг здесь… Друзья сия, да? Просто во время исполнения песни про Козлова, позвонил Козлов. Который звонит Редков. Я просто… Вы не знаете его? Мы-то знаем его. Он знал… Чувствов. Плит. Искосно. Да. Так вот, на фоне всего этого, как раз, родилось произведение «Всякие песни». Да. Мы решили объединить всех, вся и все, собственно, чему и служит общественное движение души. Вот. Мы решили соединить партийно-правительственные песни, песни правящей партии, песни оппозиционных партий и движений. Потому что, понимаете, вот если взять лозунги, лозунги разные. Слова практически те же, а буквы… Буквы точно те же. Не говоря уже о знаках перепинания. А песни разные, получается. Вот как это… Слово «мать, мать, мать» встречается и у тех, и у других. А песни разные. Вот первое произведение… Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля, Просыпается с рассветом вся советская земля. С добрым утром, любимая. Ты моя, милая моя, Солнышко лесное, Где, в каких краях Встретишься со мною, вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, Отходят кони над векою, Ищут кони над обою, Ах, речки не идут, больно, речек крут. У моря, у синего моря, Со мною ты рядом, со мною, И солнце светит и для нас с тобой. Целый день поет белый прибой, И купол неба голубой, голубой, Кто-то другой. Ей наливает сын Анталий твердой рукой, Он бутерброд ей мажет красной икрой, И нежно поет. Дай мне любое дело, Чтобы сердце пело, Верь мне, как тебе верю. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, И не нова, я люблю тебя, жизнь Повторяю я снова и снова, вот ушок это за жизнь Я шагаю с работы устала, я люблю тебя, жизнь И хочу, чтобы папа подарил, папа подарил Папа, подари мне рассвет у зеленой палатки Подари самолет высоко в облака Стюардесса по имени Джанна Обожаю, а ты не желанна Ангел мой, не земной, ты повсюду со мной Стюардесса по имени Джанна Ангел мой, не земной, ты повсюду со мной Стюардесса по имени Джанна Ну пожалуйста, пожалуйста Самолет меня возьми на усталость Мне пожалуйся на плече моему сниру Кудай, сводя по лесенке на другом краю земли Где? Где? Цитата В гнезде Где над границей тучи ходят хмуро Край суровый, тишиной объявляет У высоких берегов Амура Часовые родины стоят, они, ребята Точеные тела поставлены когда-то А смена не пришла Шаланды полные реки в море Молодец у гостя приводил И все бедюшники вставали Когда в пивную он ходит Чуть повыше Синеет море за бульваром Каштан над городом цветет Наш Константин Берет гитару И тихим голосом парет Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались на песочке И на сладком скалечке Целовать был краткой сваречкой И зажиму, и волос, ровкая луна И тихонько освещала нам она Зеленое небо, красные облака А больше краски не было у чудака Зеленое небо, красные облака А больше краски не было у чудака Зелёное небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. — Января? — Апреля. — Хотелось бы сказать, Владик, это уже прошло. — В следующем году. Конечно, в апреле, апреле, восемнадцатого апреля. — Ну да, ну и января тоже приходите. — Просто не выходите. — Вообще было вам огромное до встречи. — До скорой. — Да, до скорой. — Минут через пятнадцать. — Посмотрим, как вы собреждаете традиции. — Спасибо.